Это русский идёт? Эй, нет, я вьетнамец. Алло! Может, тебя что-то шокировало? До 2003 года у нас даже не было электричества. А как, в общем, отношение у людей к американцам? Мы прощаем, но не забываем. Твоя миссия — это быть неким проводником между двумя культурами. Алла Пугачёв, там всем известно, «Миллионы Альгрофс», все вьетнамцы поют. В чём мы похожи с вьетнамцами? Оба народа очень патриотизм. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Мои гости — иностранцы, которые родились и выросли за границей, но выбрали для себя жизнь здесь, в России. Что им нравится и к чему они до сих пор не могут привыкнуть, расскажут они сами. Хаква Энгуэн — оперный певец. Вьетнам. В 2014-м понял, что его творческим амбициям тесно на родине, и переехал в Москву изучать оперное искусство. Получил приз в конкурсе культурного центра имени Елены Образцовой. Давал концерты в Италии и Швейцарии. Безумно гордится выступлением с оркестром русских народных инструментов имени Некрасова. Хаква признается, что очарован красотой и душевностью русских девушек. Любит наши праздники. Особенно свадьбы. Хоа, привет! Спасибо, что приехал сегодня ко мне в студию. Спасибо за приглашение. Я хочу начать с самого начала. Ты закончил школу во Вьетнаме и поступил в музыкальное училище. А после, в 2014 году, ты выиграл грант на обучение в России. И здесь у меня вопрос. Кто выдает вообще эти гранты? Россия или Вьетнам? Ну, вообще-то, я выбрал двухсторонный грант. То есть, значит, каждый год Россия дает огромное количество квот для иностранных студентов, желающих учиться в России. Так вот, первый грант – это выиграть из российской стороны. А второй грант – это из правительства Вьетнама. То есть, полная стипендия на учебе. И на проживание. Вот. И приехал в Россию. Но ты ведь родом, насколько мне известно, из маленькой вьетнамской деревни. Да, да. Что ты вообще знал о России? Что ты слышал о ней? Я помню, у нас появилось электричество в 2003 году. Тогда иногда смотрел, какие-то кадры показывают Кремля, вот, и красный полошадь. И все. То есть, это… И она, еще и Качуша, вот, естественно. Вот. Мало чего. Мало чего из русской культуры я узнал до того, как поехал в Россию. То есть, ты ехал вообще в никуда и даже никаких стереотипов о нас не слышал? Не знаю, как правильно отвечать. Это просто вот как поступил в музыкальной академии во Вьетнаме. Объявили вот отбор для обучения в нескольких стран. В Венгрию, в Румынию, там, когда еще поехал в Париже и еще в Россию. Ну, я думаю, что… Да, мне, наверное, хорошо поехать учиться в Россию. Потому что это… Мы, во-первых, в школе начали изучать какие-то советские песни. И вот, мне как-то очень интересно было. И вот, и я подал заявку на обучение в Россию и, наконец-то, выиграл. И в том, что, да, вот, как ты сказал, что… Да, действительно, как… Я помню, в октябре 2014 года я поехал в Россию прямо вот… Я чувствовал, как будто слепой человек просто вот впереди идет и не знаю, куда он попадает. Но ты вообще помнишь тот день, когда ты приехал в Россию? Может быть, тебя что-то шокировало? Да. Я приехал в Москву, как раз уж тогда, в Домодедово. Все огромные. Вокруг на каком-то языке говорят непонятно. Вот. Я даже слышал, как-то русский язык тогда звучит, как телеграф. Вот. Тук-тук-тук-тук-тук. Так-так. Я просто шокировал. Я думаю, а как я? Как я выучу этот язык? Ты знаешь, я не просто так спрашиваю. На самом деле Россия очень многонациональная страна. И мы решили проверить, как вообще россияне воспринимают иностранцев на улице. И для этого мы пошли в разные части Москвы, останавливали людей, показывали им твое фото и спрашивали, как вы считаете, кто этот человек по национальности. Я хочу тебе показать, что из этого вышло. Нажимаю вот сюда. Да. Держи. Как вы думаете, какой национальности этот человек? Казах? Узбек? Может быть... Даже не знаю, Казахстан это может быть? Киргейс, да? И все люди такие видишь, что для меня казахи. Вот. Либо тайец, либо вьетнамец. Окей. Что скажешь? Ну, да, да. Вот довольно у меня такое черты лицо довольно не очень похоже на остальные вьетнамцы. Поэтому даже перепутываю, вот когда я во Вьетнаме по улице хожу, ко мне обращают по английски. Это вот, эй, нет, я вьетнамец. Алло. Это русские идут такие. Мои знакомые в деревне всегда спрашивают, вот, как у тебя жизнь в Линсоу, то есть, значит, в Советском Союзе. Я говорю, да, вот, его уже давно нет. Вот. Да, вот им очень интересуется, как вообще Россия развивается сейчас, и вот чем она отличается между русской культурой и вьетнамской культурой, и вот как люди относятся, как русские относятся к вьетнамцам. Ну, да, довольно очень такие многоранные вопросы, которые, ну, мне приятно отвечать. Ты знаешь, ведь не только во Вьетнаме людям интересно, как живут люди в России, но также и россиянам интересно, и при этом немало стереотипов входит о Вьетнаме. И, опять же, чтобы узнать, какие стереотипы у нас есть о Вьетнаме, мы спросили у людей на улицах. Я предлагаю тебе посмотреть и сказать, что из этого правда, а что нет. А что вы знаете о Вьетнаме? Что именно? Они воевали со штатами. У меня сразу ассоциации вот эти вот шапочки, шляпки, может быть, рисовые поля какие-то. Пляжи там классные. Дурацкая вот есть ассоциация, ну, не то что про антисанитарию, скорее, а про то, что можно было чище. Довольно такая бедная страна, вот довольно грязная, что самое интересное. Очень много людей занимаются обработкой земли. Как будто это очень цивилизованная Азия. Мне нравится фуго кушать. Фуго? Супчик, да. Томянцы, креветки. Вкусно. Очень интересно. Что из этого правда, что нет, расскажи, нам интересно. Да, вот по поводу кухни, то фуго – это прямо такая самая популярная национальная еда в Вьетнаме. То есть, что в Вьетнам все кушают с утра до вечера. И на завтрак? И на завтрак, и на обед, и на ужин, и на позднее ужин все кушают. Вот. Поэтому, ну да, вот и так идет еще о том, что вот какая-то девушка сказала, чтобы шляпка… Ну да, вот. Я помню, когда я приехал, одна учительница, она попросила, что вот когда вы приезжаете, вот принесите мне вот эту вьетнамскую шляпочку. Вот они такие очень красивые. Я хочу иметь такую… Да, по поводу грязное, неслезонное. Ну, знаете что, Вьетнам развивает и меняет каждый секунд даже. Вот. И я удивляюсь, когда возвращаюсь домой, и вот недавно тебе сказал, что вот до 2003 года у нас даже не было электричества. Но сейчас совсем современный район, и люди довольно комфортно живут, и кто-то даже есть лишнее имущество. И даже моя семья, они себя хорошо чувствуют и даже куда-то путешествуют за какими-то средствами. Как и везде в мире. То есть есть какое-то место красивое, есть где-то не очень красивое. Ну еще, конечно, пляж, да, там замечательный пляж. Вот это можно прямо наслаждаться от января до декабря. Вот. Ты, кстати, в одном интервью сказал, что твоя миссия — это вот быть таким неким проводником между двумя культурами. Да, да. И мне интересно, то есть ты здесь в России рассказываешь о вьетнамской музыке и о вьетнамской культуре, а там, соответственно, рассказываешь о российской музыке. Да. А вообще какие-то исполнители во Вьетнаме российские известны? Может, оперные хотя бы? Это бывшие. Это можно считать Архипова, потом Обратцова, Анна Нетребко, потом Кфростопский. И вот. А их знают обычные люди или те, кто учатся в специализированном? Те, кто учатся. А вот если обычные, то, значит, Алла Пугачев, там всем известна, да, вот. И песня, как «Миллионы альгроус», все вьетнамцы поют. Конечно, не на русском, у нас есть степь по-вьетнамски, но тем не менее все поют. И знают, что кто-то такой, Алла Пугачева. Вот. А вот мне интересно, люди, которые живут в Вьетнаме, то есть вьетнамцы, они хотят переехать куда-то, ну условно, в Россию? Или все-таки уже подвержены тому, что, как и многие, хотят переехать в Америку? Или вот этот вот след войны, он как бы остался и к Америке пока относятся не очень хорошо, мягко скажем? Наверное, смотря на государственные политические отношения со всеми странами мира сейчас, Вьетнам хочет дружиться со всеми странами, включая вот и Америка. И вот и поэтому как бы тоже вьетнамцы, у большинства вьетнамцев есть такое мнение, ну все страны одинаковые. То есть где есть спектакль, где есть шанс работать и жить, и как бы дальше развивать ту еду. Ну кому как. А как в общем отношение у людей к американцам? А знаете о том, что как бы всегда это публично, говорят, что мы прощаем, но не забываем. Согласна, подход абсолютно разумный. Давай все-таки тогда вернемся к каким-то там стереотипам, может и фактам о стране, мне очень интересно. Я знаю, что во Вьетнаме очень популярна караоке, причем не просто караоке-бары. Насколько я понимаю, люди прям домой себе покупают такие большие системы и поют. Откуда вообще такая музыкальность и такая любовь к караоке? Ой, даже не знаю, потому что до 2010 года такого не было. Потому что если хотим, то просто пойти в караоке, там просто купить, ну арендовать комнату и там и петь какое-то время и домой. Ну, наверное, в связи с тем, что сейчас эта технология очень развита, и вьетнамцы довольно хорошо живут, и у них есть какие-то остатки, поэтому как бы развлекают на другие средства. И в том, что да, вьетнамцы, они очень, вьетнамцы очень любят петь. Я не знаю, вьетнамцы поют, вьетнамцы поют и караоке, но даже иногда мне вообще мешают. Вот когда домой я хочу отдыхать, и мне мешают. Слушай, у меня вообще складывается ощущение, что в Азии, во большей части Азии постоянно поют. И это сейчас супер в тренде, особенно в тренде кей-поп. Как ты вообще относишься к этому? Ну, я вообще не слушаю кей-поп. Это кей-поп для подростков, кто как бы начал использовать айфон, начал использовать самофон. И как-то они хорошо распространяют, и поэтому люди очень легко привыкают и слушают. И еще то, что доступно. Хуа, мы здесь в России знаем и ценим нашу оперу, но я вот, честно говоря, до сегодняшнего дня и не знала, что во Вьетнаме есть опера. Ты можешь нам что-нибудь спеть по-вьетнамски? Да, есть у нас довольно молодая школа, не прямо богатая, как в России, но есть. Я достоин, я чуть-чуть спою. Браво! Это очень круто. Спасибо. Хуа, я предлагаю тебе пройти тесты и узнать, насколько ты стал русским. У меня есть несколько фразеологизмов, я их тебе зачитаю, а ты должен мне объяснить, что же они означают. Ты готов? Хорошо, готов. Первый абсолютно по твоей теме. Что означает фразеологизм «медведь на ухо наступил»? Наверное, я не знаю. Наверное, телевизм без слуха. Ну, типа, не музыкальный. Правильно. Ты реально не знал? Нет, не знал. Но я как бы считаю, что да, вот как-то звучит на… В каких случаях русские употребляют выражение «плясать под чужую дудку»? Нет, у меня нет никаких. Ну, хотя бы опиши, какая картинка у тебя в голове рисуется. Нет. Два пляшущих человека или два играющих человека на дудке. Да. Один дудит, второй, видимо, пляшет. Но не под свою дудку, но с дудкой. Ну, как-то так, видимо, да? Ну, предполагаем, да. Что это может означать? Что у нее веселая, что у нее веселенькая жизнь. Когда русские так говорят, они подразумевают, что человек подчиняется не своему собственному мнению, а чужому. А. Пляшет под чужую дудку. А, все, теперь понял. Третье выражение. «Нафига Козе Баян?» Действительно, да? Просто зачем он ей? Ну, давай. Наверное, как бы ненужные вещи, вот как-то, вот, вот, или как-то не делать то, что я не захочу, или что-то такое. Ну, практически. Это, знаешь, а-ля что-то из абсурда и абсолютно неуместной ситуации. Ну, типа, например, ты мне говоришь, «Маш, возьми себе айпад». Я тебе говорю, «Да нафига Козе Баян?» Расскажи вообще, в чем мы похожи с вьетнамцами, а в чем абсолютно кардинально отличаемся? Я могу сказать, что оба народа очень патриотизм. Вот, любят свою страну и как бы обожают свою культуру. Еще то, что общие черты, я считаю, что очень эмоциональные, очень эмоциональные люди. То есть, что в любой момент можно делать, что хочется, или просто кидать все и делать то, что захотелось. Вот. А вот отличие. Наверное, большинство вьетнамцев опаздывают, да. Насколько южная страна, то то самое, как испанцы, то это опаздывают на полчаса или на час, нормально. А в России хоть опаздывают, но на 5-10 минут. Вот так. Ну, по меру, чтобы эти другие не страдают от ожиданий. А что еще? Вьетнамцы — улыбчивый народ, а вот русские как-то не очень. Даже когда я приехал, как я начал заниматься педагогом, он меня всегда спрашивает, «Хуа, почему ты все время улюбаешься? Что у тебя в голове? Не так. Нет, у меня все хорошо. Я просто радуюсь жизнью. И просто я хочу дать какие-то положительные эмоции другим моим знакомым, чтобы они тоже чувствовали, что вот как счастливо мы живем сегодня». Это просто вот такое. А тут ничего сумасшедшего тут нет. Ну, потом как-то он привык, да, вот даже начал улюбаться. Начал улюбаться. Ну, да. Вот, значит, я придал свою энергию. Даже он не заметил, но вот так вышло, да. Ты знаешь, мне вот еще интересна тема языка. Вообще в мире считается, что русский один из самых сложных языков. Но, как по мне, вьетнамский тоже непростой. Он же очень музыкальный. Вы разговариваете там на несколько, сколько, восемь? Нет, шесть тонн. А, шесть, шесть тонов. Расскажи все-таки ты, как человек, знающий все шесть тонов, каково это вообще учить русский вьетнамцу, насколько это сложно? И какой язык вообще выучить сложнее по итогу? Этот такой анекдот был, потому что один вьетнамец приехал в Москву, начал заниматься русским языком. Вот пришел в класс, позанимался, занимался уже, первая неделя прошла. И вот его приятель более давненько живет в России, спросил, а вот какие слова ты выучил? Я много выучил. Ну, какие? Ну, я шесть слов выучил. Какие? Да. 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 Вот. Знаешь, что он воспринимает, как по-вьетнамски. Вот, собственно, от моего опыта, я считаю, что это самое сложное, это располагать глагол и поддержать. Это просто мучение, это невозможно. Но если человек решил поехать сюда, и, наверное, он все это делает. Как-нибудь со своим входом все это делает. Всем очень сложно. Я считаю, это вьетнамский тоже. Ну, все языка иностранные, они сложные. Есть свои нюансы, которые иностранцы, им очень сложно понять. Я живу уже почти 10 лет в России, но как-то я уже привык. Да, я уже привык. Вот. А у меня есть тоже много русских друзей, которые по-вьетнамски разговаривают. И вот. И довольно неплохо. То есть, значит, это показало, что вьетнамский язык не такой сложный язык для русских. Вот. Поэтому, да, есть. И если желание, то можно делать, что захотел. А вот я знаю, что в китайском языке нет буквы «р». Им достаточно сложно говорить по-русски, потому что у нас очень часто буква «р» присутствует. А есть в вьетнамском вот какие-то такие буквы, которых нет? Много. Много которых нет на русском. Допустим, «ц» в центре. Вот. Первый. А у вас нет буквы «ц»? Да, «ц» нет. А ее приходилось учить, да, прям? Да. Вот. И «р» то же самое. Ну, надеюсь, но звучит как по-французски. То есть оно глубоко и нечетко. «Р», 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 «р». Вот. А не «р» как по-русски. Вот. Самое как… Я помню, что я приехал в Россию, вот начал сказать «здравствуйте». Я говорю, ну блин, как сложно просто говорить «здравствуйте». То есть на английском «hello» или по-италянски просто «чао». Вот так просто «здравствуйте». Тут как сложно все. Но выучил, выучил, да. И, ну правда, не сразу, но выучил. Как ты эти буквы выучил вообще? Вот мне прям интересно. Ну, каждый день немного «р», 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 вот вперед. Прямо, да. Так и действительно. Поэтому я помню, что в 2016 году какая-то китайская делегация приехала в институт на приговор с трудничеством. Там один переводчик, китайский, начал, ну, переводил на конференцию. Это просто очень жуткое приношение и отсутствие буквы «р». Вот. Просто как будто… Ну, я не знаю. Мне так смешно и даже… Ну, как это звучало? Мы очень рады, мы очень рады. Вот. Мы очень рады, что приехали сюда с вами познакомиться. Вот прямо вот так. Примерно вот. Прямо такое. Ну, мне вот я, я послушал, ну, блин, вот как я буду прям… Как я буду так говорить, наверное, на меня смотрят и смеются. Ну, какой-то дурак. Да. Я очень сильно старался, что, ну, более-менее как бы исправить с недостатками своими. Ты не думал вообще уехать из России? Ну, в ту же Италию, например? Ну, как сказать. Много… Мои друзья советуют, можно куда-нибудь поехать, работать и так далее. Ну, мне пока здесь очень комфортно. Мне комфортно с Россией. А почему? Это правда. Ну, насколько я уже хорошо знаю язык, и мне очень нравится русская культура, и даже какие-то… Какие-то обычаи, которые вот очень редко мне… Ну, вообще все очень нравится. Допустим, ходить на свадьбу, вот, и как-то… Ну, конечно, вот такая печальная история, но я прошел с бывшими педагогами. Они уже на том мире. И правда, нельзя сказать, это интересно, но мне как-то вот хочется изучать. Вот, 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 изучать, как это… Похоронные традиции. Да, вот, как традиции похоронные в России происходят. И это мне очень интересно смотреться. Ну, у нас немножко по-другому, но поблюдительно. Вот так. Есть какие-то черты очень похожи. Мы не отпеваем в храме, но остальные ритуалы очень похожи. Я каждый год приезжаю на могиле педагога убирать там какие-то цветочки, присаживать, и там… Ну, насколько его жена уже не в состоянии поехать, поэтому вот так я ухаживаю. Вот. И я считаю, ну, это уже родной человек у меня. Ну, он очень такой… был таким эмоциональным, прямо таким добрым и упрямым еще таким. Ну, благодаря таких жестких характеров вот я получил от него много персональных знаний, вот, которые мне вообще помогают. А расскажи, с какими вот бытовыми сложностями тебе пришлось столкнуться, когда ты переехал. Ну, то есть там, не знаю, съем квартиры, документы. Это большая проблема в России – это документация. То есть каждый год количество документов увеличивается. Насколько в Вьетнаме сейчас это люди стараются как бы уменьшать количество документов в госорганах того, чтобы облегчать процесс работы. А в России как-то не странно, что да, увеличивается. И люди придется тратить огромное время на это. Ну, это… я считаю, что это большое… это… ну, как бы надо работать над этим, чтобы это облегчать процесс. Это… тогда людям прямо будет легче намного. И я считаю, что в управлении им тоже легче вот работать. Потому что когда сидишь с кучей документами, это тоже… никому не приятно это. А остальное – ну, как, ничего. А вот съемка квартиры – ну, тоже ничего. Как его в Вьетнаме найти и снимать еще? Вот. Ну, вот мне как бы… первое время это… Вот на всколько в России потолка очень низкое. Мне не привыкло в первое время. Это просто на всколько он от дома – это пятиметровый потолок. И все очень просторно, и там, чтобы воздух можно двигаться. А вот тут, наверное, из-за холода, поэтому очень низко. Чтобы сохранить теплота. Ну, и остальное все хорошо. Я очень быстро привык. Даже когда встречаю новых, сюда приехали на учебу, то просто иногда я забываю о том, что они только приехали. Я думаю, ну, вы это делаете, все, все, все. А потом, ну, ой, они только приехали, им-то надо немножко показывать. Вот. Прямо как бы я на границе. Вот это Вьетнам, Вьетнам и Россия. Вот как стою, ну, мне это и родной, и это и родной. Поэтому, как бы, я думаю, это другие тоже. Вот. Оказалось, да, не так. Я считаю, что уже молодость у меня уже я проводил в России. Потому что это, ну, это вот такое счастливое время. Вот, вот, вот. И я всем говорю о том, что я проводил свою прекрасную вот этот период молодости именно с Россией. То есть это мне повезло. И я как-то с радостью всем рассказывал, как это все было. Хуа, я предлагаю тебе оценить по шкале от 1 до 5 бытовые сферы России и Вьетнама. Ага. И, собственно, объяснить, почему ты ставишь ту или иную оценку. Итак, медицина, доступность и качество в России и Вьетнаме. Медицина, не знаю. В России, наверное, немножко выше. Вот. А качество, я считаю, это, да, вот наравне вот сейчас находится. Хотя это советская медицина. Много, много мои друзья работают во офисе медицины. Они уже академики в Вьетнаме, как рассказывают. Ну, да, в Советском Союзе это было прямо очень... Все это хорошо, логично, работали. И там отличный специалист, который Сунаев все взяла. А сейчас это Вьетнам уже усвоил. Вот эту сферу. И очень хорошо развивает. Вот. Поэтому я считаю, что да, сейчас наравне находится. Сколько поставишь баллов? Наверное, 4-4, да, вот так. Безопасность во Вьетнаме и в России? Ну, тоже наравне 5-5. То есть... Без радости. Я себя чувствую комфортно в Москве. Ничего не боюсь. Хотя много говорили с начала 2000-х годов. Это было очень... Было очень опасно для вьетнамцев. Ну, 10 лет живу в России. Ну, как-то не столкнулся ни с какими проблемами. С коренным жителем. Ну, как-то да. Ну, все очень комфортно. Мне нравится. А у нас ходит стереотип, что в Азии нужно там сумку покрепче держать. Иначе ее могут украсть. Ну, знаете... Или это неправда? Ну, вот приезжай во Францию. Вот и оставят свою сумку. Это отдельная песня, конечно. Да, вот поэтому... Я считаю, это где? Вот есть минусы, есть плюсы. То есть имущество надо при себе сохранить. Вот так и вот прямо природный закон. Поэтому... Транспорт в России и Вьетнаме? Россия. Однозначно. Мне очень нравится транспортная система в России. Особенно в Москве. Нам сколько логично и комфортно и доступно и во время. То есть... И вот прямо... Я очень надеюсь, у нас в Ханое когда-нибудь прямо появится такая система. Такая система. Это просто на высшем уровне находится. И в том, что если на Дании и Востоке там самолеты и поезды, там дорожный транспорт. Ну, все супер. Все хорошо. Да. А у нас это еще в обработке, как сказать. Сколько баллов ставим? Если между Вьетнамом и Россией, то Россия пять. А Вьетнам немножко ниже, четыре, даже три половины. Вот так. Уровень комфорта жизни во Вьетнаме и в России? Это кому как. Если, допустим, мне, то мне нравится жить где-то из моря. Наверное, я даю оценку на Вьетнам. Из-за того, что там море красивее. Просто так. А вот, я не знаю, комфортность одинаковая. Тут ничем не отличается. То есть, может быть, где-то в России же, в Москве дороже. В области немножко подешевле. И то же самое, как и в Вьетнаме. Поэтому как бы на уровне находится. Слушай, ну, мне кажется, это прям достойный такой рейтинг у нас получился. Я не знаю. Вот как мои друзья все время говорят, мои русские друзья. Вот почему-то так, почему-то не так. Я говорю, ну, приезжай в Африку, смотри, как там люди живут. Вот поэтому вот работай. И меньше какие-то гадости говорится. Хуа, хотела поговорить с тобой немножко о личном. Тебе 30. Да. Ты холостяк. Да. Расскажи, ты пробовал вообще строить отношения с русскими девушками? Я попробовал. Так. И как тебе этот опыт? Расскажи. Ну, как сказать. Ну, мне, наверное, не повезло. Но я считаю, что даже не только я, а много считают, что русские же девушки прямо самые красивые в мире. Они это как не на Западе, немножко не на Западе, так и огромные. Не как в Востоке, так и маленькие. А вот Россия находится вот среди Азии, Европы. И поэтому все девушки прямо, они обладают красотой Европы и Азии. Вот и прямо и еще с славянскими чертами. Вот поэтому очень женственно вот прямо выглядит. Поэтому, да, очень красиво. Так вот. У меня, да, порой отношения даже порой было. Но как-то, знаете, молодость. Ну, хорошо. Ну, вот скажи, в чем отличие русской девушки и вьетнамской? Наверное, русские у них более характерны. А у вьетнамцев как-то они, то есть они, если вот девушки, если они влюбились, то они прямо дают все. Это я считаю, это неправильно. То есть надо стать прямо загадкой своего парня, чтобы он больше изучать себе. А если ты дает все, то, значит, ему очень легко, очень быстро надоедаться, и он найдет кого-то другого более интересного. То же самое, как мы читаем книгу. Вот если там разные мысли, разные какие-то, разные какие-то оттенки, которые должен сидеть и изучать, то книжка станет прямо интереснее читать. То же самое, как я считаю, я с своими подругами говорю, ну вот, любите, но не отдайте. А с чем это связано как-то? Я не знаю. Ну, наверное, связано с поточной культурой, в том, что девушки – это всегда зависимые. Вот поэтому они вот сейчас уже в другое время, ну, как бы в крови уже так сложилось, что почему-то все… Ну, хотя молодые поколения, они не такие, но мало процентов. Вот, поэтому, да, мне хочется просто найти кого-нибудь, который просто… найти общий интерес, но при этом она такая независимая, от которой я должен что-то изучать. А во Вьетнаме патриархат все-таки по-прежнему, или уже феминизм такой пришел? Там, допустим, сейчас это как бы даст фамилию ребенку на отца, да, на фамилию отца. И то же самое, как в Вьетнаме. Но сейчас такое отношение к женщинам – это не как прошедшее время. То есть сейчас это, наверное, равные вот прямо вот так находятся. Там сидят женщины, очень много женщин работают в госсобрании Вьетнама, и каждый год они планируют увеличивать, чтобы на 50-50 процентов на уровне находиться. И вот. И в том, что в Вьетнаме наказавшую комфусанская культура не так сильно распространялась, поэтому даже ранний период строения страны, даже женщины, вьетнамские женщины даже начали как бы делать восстание против врагов, не от мужчин. Вот поэтому у нас в том плане это не как другие государства в Азии, а у нас более свободные, более открытие. У меня осталось три последних вопроса, которые я задаю каждому своему гостю. Ты готов? Да. Три главных качества русской души. Наверное, щедрость, патриотизм и третье дружба. Три вещи в России, к которым ты до сих пор не можешь привыкнуть. Русская зима. Русская кухня вполне хорошо. А вот второе – огромная страна. И третье – нет шикарных пляжей, как у нас. Как ты считаешь, что русскому нужно для счастья? Наверное, больше улыбка, больше креатив, и, не знаю, наверное, открыть в себе больше. Потому что, наверное, связано с зимой, поэтому как-то все очень задержанно. Уа, спасибо тебе огромное. Спасибо. Мне кажется, у нас сегодня такое очень хорошее интервью прошло. Спасибо большое. Мне очень приятно просто приехать и с вами выделить свое мнение. Я очень надеюсь, что, как бы, мои друзья увидят, и тоже другие увидят, как, ну, и больше смотрят на свою Родину, и больше найдут какие-то положительные вещи и гордятся Родиной. Да, спасибо. А я напомню, это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните – хорошо там, где мы есть. Пока!